С 4 мая на территории Евразийского экономического союза были отменены таможенные пошлины на электромобили. Первым брендом, который отреагировал на это событие, стал Jaguar. Российский офис понизил цены на кроссовер I-Pace. Экономия составит 300 тысяч рублей, так что теперь за базовую версию нужно отдать чуть меньше 6 миллионов. Кроме Jaguar, электромобили официально продают только Renault и Porsche. Однако цены на микрокар Renault Twizy и седан Porsche Taycan пока остаются прежними. Что касается других марок, то Audi недавно оформила сертификационные документы на кроссовер и трон. Но подробности выхода модели до сих пор не раскрыты. Mercedes-Benz планирует предложить россиянам паркетник EQC. Правда немцы задокументировали только одну партию машин в количестве не более 150 штук. В разгар майских праздников АвтоВАЗ повысил розничные цены на весь модельный ряд Лады. Если верить официальному сайту российской марки, машины в зависимости от модели подорожали от 5 до 22 тысяч рублей. Подорожание обошло стороной только одну модель – Chevrolet Nivu. Больше других прибавила битопливная модификация Largus. С начала этого года это уже третье подорожание автомобилей Lada. До этого ценники переписывались 1 апреля и 1 января. Чтобы поддержать спрос на новые автомобили, власти до 22 мая направят более 15 миллиардов рублей. Как сообщает ТАСС, 7 миллиардов пойдут на программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Еще 6 миллиардов будут выделены на программы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело». А 2,5 миллиарда рублей станут основой для новой программы «Доступная аренда», которая должна стартовать в июне. Кроме того, к 1 июня планируется организовать ускоренные закупки автомобильной техники для органов власти, которые ранее планировались на 21 и 22 годы. Еще одно важное решение – выделить дополнительные 5 миллиардов рублей на закупку автомобилей скорой помощи для российских регионов.